Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости на телеканале Видное ТВ. Сегодня в выпуске вы увидите, как коммунальные службы района справляются с последствиями снегопада. На сегодня основные дороги Ленинского муниципального района, которые мы обслуживаем, в удовлетворительном состоянии находятся. Сильное, здоровое, чистое. Областной общественный форум прошел в Ленинском районе. Такие площадки, как вот такой форум, они незаменимы с точки зрения получения обратной связи, корректировки принятия решений. В сквере «Юность» открылась выставка «Подвиг Ленинграда», приуроченная к 75-летней годовщине снятия блокады. Они нам представляют возможность видеть тех людей, которые защищали Ленинград. Вслед за сильными морозами на прошлой рабочей неделе в Подмосковье пришли снежные выходные. За два дня, пока жители региона отдыхали, выпала полумесячная норма осадков. Как люди справлялись со стихией и насколько оперативно отреагировали коммунальные службы, узнала Юлия Поготьян. В выходные обильные снегопады порадовали любителей зимних забав и расстроили автомобилистов, которые то и дело застревали в сугробах. Но коммунальные службы Ленинского района тут же отреагировали на непогоду и вышли на помощь жителям муниципалитета. В субботы все 80 единиц снегоуборочной техники чистили основные проезжие части и тротуары. В течение двух суток шел снегопад. Техника работала круглосуточно. Значит, на сегодня основные дороги Ленинского муниципального района, которые мы обслуживаем в удовлетворительном состоянии, находятся. Общественный транспорт ходит без, не испытывая трудностей для передвижения. И все эти двое суток, когда шел снегопад, с общественным транспортом не было проблем. Я считаю, это одно из самых важных вещей. Наши жители могли передвигаться спокойно. В списке первостепенных для уборки территории оказались и социально важные объекты. Поликлиника, больница, школы и детские сады. Сегодня сотрудники Дорсервис приступили к очистке дворов. Машины, которые отвозят собранный коммунальщиками снег, подъезжают одна за другой. Затем они доставляют его в специально отведенные места. Затруднения при уборке вызывают припаркованные автомобили. Но большинство водителей с пониманием относятся к ситуации и убирают машины. Некоторые даже выходят на улицу с лопатой, чтобы помочь рабочим разгребать последствия снегопада. Я вот, в принципе, вышел с лопатой, я смотрю, уже ребята так все это, все так здорово сделали. Хотел расчистить машину у себя, чтобы что-то поставить, хотя бы нормально было все. А так сейчас все вычислили, вообще идеально все, хорошо, молодцы. Руководство предприятия Дорсервис уверено, к среде большая часть территории Ленинского района будет полностью очищена от снега. Окончательное завершение работ планируется к четвергу. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видно этого. Что больше всего волнует жителей? Ответить на этот вопрос помог проведенный в Ленинском районе областной общественный форум «Сильное, здоровое и чистое». Участники встречи сформировали предложения по повышению эффективности работы на благо населения. Экономика, здравоохранение и экология. Три направления работы, которым был посвящен прошедший во Дворце спорта «Видное» – общественный областной форум «Сильное, здоровое и чистое». В рамках него представители профильных комиссий общественной палаты Подмосковья проинспектировали предприятия нашего муниципалитета, экологически важные объекты и медицинские учреждения. Затем за круглым столом вместе с представителями профильных министерств Московской области, руководством Ленинского района и жителями, они обсудили выявленные проблемы и постарались выработать стратегию решения данных вопросов. В медицинском направлении дискуссию вызвала тема обеспечения экстренной помощи населению. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы выберем несколько дней и вместе с жителями промониторим, куда у нас ездят скорые помощи, куда едут неотложки и куда ходят участковые педиатры и терапевты. Вот этот контроль, чтобы не было потери времени, сроков, интервалов, было эффективное управление теми ресурсами, которые у нас есть, относительно экстренной помощи, неотложной помощи, это то, что нужно сегодня людям Ленинского района. В ходе диалога с экологами о ситуации вокруг реки Купеленка, которая так или иначе остается одной из острых тем на повестке дня, было принято решение об экореабилитации. Министерство экологии Московской области будет работать с администрацией, создать рабочую группу, будут делать мониторинг всех водовыпусков, пусть подготовятся предприниматели к этому достаточно серьезно, потому что из зоны комфорта их выведут, то есть в данном случае штрафы, расчет ущерба будет, там, где незаконные водовыпуски, будут тампонирования. Также были рассмотрены все замечания по раздельному сбору мусора. Что же касается построения сильной экономики, то муниципальные власти создают все условия для привлечения дополнительных инвестиций в район. Экономика всему голова и невозможно без крепкой экономики, крепкого бюджета, без перспективы, экономической составляющей муниципалитета, реализовывать те задачи, которые перед нами ставят и жители, и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. И, конечно же, невозможно исполнять те программы, которые мы для себя определяем. Все пожелания жителей и общественников по итогам форума будут собраны и учтены при формировании программы развития Подмосковья на следующие пять лет. Такие площадки, как вот такой форум, они незаменимы с точки зрения получения обратной связи, корректировки принятия решений, а также, соответственно, выслушивание всех мнений. Ведь самое важное – людям быть услышанными. В этом году на территории Московской области запланировано провести еще 43 общественных форума «Сильное, здоровое, чистое». Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 29 января губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит перед жителями региона с традиционным обращением, в ходе которого отчитается о проделанной работе и озвучит задачи на будущее. Наши корреспонденты узнали у жителей Ленинского района, что каждый из них ждет от выступления главы Подмосковья. Общая политика губернатора по Подмосковью, в принципе, положительная, позитивная. Мы проживаем в Купеленке, хотели бы услышать улучшение своего района, ну и видного в целом. Город нормальный, город мне нравится, нравится ухоженный. Я бы не сказала, что что-то здесь плохо, на что-то надо обижаться. Все для людей, каждый день с утра я встаю, чистятся дорожки, все это убирается. Техника работает, люди, то есть замечательно, мне нравится. Благоустройство улучшается, детских площадок стало много больше, для нас тоже положительный момент. Есть положительный момент, но есть отрицательный. Здравоохранение, чтобы, по-моему, получше стало. Также в поликлинике порядок надо навести. Мы бы хотели улучшить транспортную обстановку в городе Видное. Никаких нет нареканий. Как говорится, многое зависит от нас. Да не знаю, все пока нормально, хорошо. Если обращаюсь, они отвечают быстро, если какие-то жалобы. А Воробьева мы любим все. Системная работа видна, до всего руки доходят, до всего внимания доходят. Везде бывает, все проверяют. Вот такое у меня ощущение. В целом позитивно, определенные шаги видны, видно, что люди работают. В Ленинском районе продолжается отчетный период. В этот раз итоги работы за минувший год подвели в сельском поселении Володарское. Екатерина Коваленко заслушала отчет. На отчетном заседании в Володарском сельском поселении присутствовали глава Ленинского района Валерий Венцель, его заместители, местное руководство, депутатский корпус, жители. В 2018 году в самой отдаленной точке нашего муниципалитета продолжилась тенденция снижения поступления доходов и в результате бюджет поселения составил порядка 45 миллионов рублей. Мы поселение, которое имеет в бюджете самое маленькое количество денег. Естественно, бюджет наш мал. И поэтому все вопросы, которые хотелось бы решить, они решаются трудно. Но основные мы решаем, конечно. Несмотря на затруднения, в 2018 году власти сделали значительный упор на дорожную инфраструктуру. В общей сложности 7 тысяч квадратных метров дорог были отремонтированы и стали удобнее. В частности, устранены ямы в районе деревень Большое Саврасово и Григорчиково. А изменения на главной транспортной артерии поселения в Володарском шоссе заметны не только каждому местному жителю, но и любому, кто приезжает сюда. Ведь теперь здесь светло в любое время суток. В рамках реализации программы губернатора Московской области Володарское шоссе было оборудовано энергоэффективной, что тоже немаловажно. Установлены светодиодные светильники энергоэффективные, система уличное освещение, что, несомненно, обеспечит принципиально новый уровень комфорта и безопасности. Положительные изменения произошли также в области инженерных коммуникаций. В минувшем году получено разрешение на ввод в эксплуатацию котельной мощностью 3,8 мегаватт. Кроме того, более 1600 погонных метров сетей тепла и водоснабжения были отреставрированы. В целом, главной тенденцией отчетного периода в Володарском поселении стало поддержание должного уровня во всех сферах жизни. Основное, ну, конечно же, событие 2018 года сельского поселения Володарска – это ежедневная работа органов местного управления, направлено на то, чтобы поселок и поселение развивалось, становилось краше, лучше. Мы, еще раз повторюсь, со стороны района обязательно всему этим будем способствовать, помогать малыми делами, большими делами, помогая в том числе в пополнении бюджета. Поэтому я считаю, что у поселка хорошие перспективы. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства муниципалитета и местных жителей. Каждый желающий мог задать свой наболевший вопрос и тут же получить ответ. Время полдесятого. Автобуса ей не видно. Нам там отвечают. Он пришел уже. Со мной стояла женщина с Ольховки. У нее четверо детей маленьких. Мы там все стоять чуть не плакали. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Перевозчик Танавиновского ПТП. Мы обязательно отработаем этот факт, о котором вы говорите, и проинформируем. Примем меры обязательно. Точно обратную связь дайте, пожалуйста, в понедельник. Хорошо? Завершилось собрание торжественным вручением наград для наиболее отличившихся в прошлом году володарцев. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. В сквере «Юность» открылась выставка «Подвиг Ленинграда», приуроченная к 75-летней годовщине снятия блокады. Экспозиция повествует о судьбах людей, выживавших долгие два с половиной года в осажденном городе. А также героях, защищавших город на Неве от немецко-фашистских захватчиков. Многие из них – наши земляки. Тему продолжит Екатерина Борисова. На выставке представлены довольно редкие снимки и копии документов. Здесь можно найти как мобилизационное предписание от 1942 года, так и удостоверение к медали за оборону Ленинграда, датированное январем 1944-го. Экспозицию собирали всем миром. Есть фотографии из фонда ИКЦ, личных архивов жителей района, музея-библиотеки поселка Володарского, а также из книги памяти и славы Галины Рубинской и Алексея Плотникова, посвященной ветеранам поселения Развилковское. Эти фотографии, конечно, они, как сказать, были маленькие, военные, с ними пришлось очень много работать. Ну, а что сделаешь? Может быть, они немножко и некачественные, но самое главное, они нам представляют возможность видеть тех людей, которые защищали Ленинград, делали прорыв блокады Ленинграда. Потому что, ну, это действительно подвиг ленинградцев и подвиг всего нашего народа. Уникальность экспозиции еще и в том, что помимо редких фотографий, здесь есть информация, рассказывающая о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. На первом стенде у нас история вообще блокадного Ленинграда. На втором стенде у нас наши герои-ведновчане, которые освобождали Ленинград от блокады. Здесь у нас представлены герои остальных поселений Ленинского района. И на четвертом стенде у нас дети блокадного Ленинграда, которые родились в Ленинграде, но по стечению обстоятельств они, значит, переехали жить к нам в Ленинский район. Всего на выставке более 50 фотографий наших земляков, кого так или иначе коснулось блокадное время. Молодого студента Ленинградского института Александра Якуничева призвали в армию за несколько месяцев до начала войны. Во время блокады юноша в составе зенитного подразделения защищал знаменитую дорогу жизни на Ладожском озере, а затем участвовал в освобождении Ленинграда. Он очень не любил говорить о войне. Это страшно. Ну, это очень страшно было. И нам, детям, он не рассказывал про блокадную Ленинград. Мы только знали, что он, когда мы уже стали здесь жить, он в Ленинград ездил каждый год в этот день. И он очень любил Ленинград. И сотрудники историко-культурного центра, и простые жители Ленинского района уверены, такие выставки просто необходимы подрастающему поколению. Очень полезно, потому что молодежь в настоящее время не совсем помнит то, что было. Поэтому познавательно. Нам очень нравится. Мы хотим, конечно, чтобы об этом знали школьники. Поэтому параллельно с этой выставкой мы создаем проект передвижной школьной выставки, который также будет называться, с этими же фотографиями, с коллажами, где дается интересная информация о наших жителях. И, кроме того, мы даем еще материалы воспоминания этих участников, тех сражений и блокады. И я думаю, детям будет интересно. Сначала передвижная выставка появится в Видновской гимназии, а через 3-4 недели отправится по другим школам Ленинского района. С экспозиции в сквере «Юность» можно ознакомиться до начала марта. В кинотеатре «Искра» состоялось празднование Дня студента. Учащиеся колледжей и вузов смогли развлечься в игровых зонах, завести новые знакомства и обсудить трудности обучения. На студенческой вечеринке побывал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Для многих студентов зимняя экзаменационная сессия подошла к концу. После столь тяжелого испытания юношам и девушкам, обучающихся в вузах и колледжах, необходим хороший отдых. Поэтому в кинотеатре «Искра», где традиционно проходит День студента, было оживленно. Интерактивные площадки не давали ребятам скучать. По словам одного из участников праздника, Руслана Гусейнова, такой вид студенческого досуга способствует новым и полезным знакомствам ребят между собой. Запоминается атмосфера, добрые люди. Ну, и сама суть праздника – это День студента. Сюда все приходят, все расслабляются, поэтому нужно отдыхать. На площадках праздника были представлены самые разные виды развлечений. Ребята смогли сыграть в настольные игры, заглянуть в английский уголок и познать основы карвинга – художественной резки овощей. По мнению организаторов мероприятия, качество проведения Дня студента растет с каждым годом. Конечно, разница огромная – небо и земля, что было и что сейчас. Встречая друзей, ребята обсуждали свои успехи в учебе, после чего переходили на более неформальные темы. В ходе мероприятия Кристина Ефремова смогла обзавестись новыми знакомствами. Такую легкость в общении девушка объясняет непринужденной обстановкой, где каждый мог пообщаться с каждым. Сессия проходит у каждого студента по-разному. Кто-то ее сдает легко, кому-то меньше везет, смотря кто как ходил на пары. День студента – это для вас все. Мы всем, кому было тяжело и тем, кому было легко, я думаю, в этот день все могут подружиться, познакомиться, отлично отдохнуть и провести время. Поздравил студентов с праздником глава городского поселения Видное – Моисей Шумаилов. Также он наградил их грамотами особо отличившихся студентов и преподавателей, оставив ребятам цены и пожелания. Хочется ребятам пожелать и вот передать эту информацию. Ребята, вы учитесь и отдыхайте, находите время для всего. Помните, это не вернется. Но все, что вы накопите, и знания, и опыт какой-то маленький, и какие-то навыки пригодятся для того, чтобы по жизни идти вперед. Праздник с долгим и богатым прошлым до сих пор нравится каждому студенту. Традиции, хоть и претерпевают изменения, в своей основе остаются такими, как и раньше. История празднования Дня студента своими корнями уходит глубоко во времена Российской империи. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, что совпало с Татьяниным днем. На сегодняшний день студенты с широким размахом отмечают этот праздник. А если верить известной студенческой пословице, веселиться можно еще до летней сессии. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. Во вторник будет пасмурно, возможен небольшой снег. Днем минус два, ночью минус четыре. Ветер юго-восточный два метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова